Украинская столица 19.00. Мы продолжаем рассказывать о происходящем в Украине и мире и далее о главных событиях к этому часу. Киев-ЧОП В 11.10 машина скорой помощи доставила мальчика ориентировочно 11-12 лет. Он из-за тяжести травм не мог назвать свое имя, состояние его остается тяжелым. В 11.15 доставлен второй ребенок. Эта девочка 11 лет. К счастью, у нее тяжелых травм нет. Ушибы мягких тканей и царапины. Уже приехали родные. Этот ребенок житель нашей области. Житель нашей области. И находится в больнице с разной степенью тяжести телесных повреждений. Мы обращаемся к участникам дорожного движения, чтобы они все-таки были толерантны, соблюдали правила дорожного движения и понимали, что дорога Киев-Одесса загружена. Ранен с начала суток на Донбассе. Десять раз боевики открывали огонь по позициям объединенных сил, ввели обстрелы в районе Широкина, Водяного, Троицкого, Новолуганского, а также Авдеевки, Павлополя и Толоковки. Огонь открывали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Павлополя прицельно обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами. Снайпер-оккупантов работал в районе Красногоровки. МИД Украины 23 июля вызовет посла Италии в Украине. Причина высказывания главы МВД Италии Матео Сальвини о том, что Россия якобы имела право аннексировать Крым. Об этом он сказал в интервью The Washington Post. В украинском внешнеполитическом ведомстве осудили позицию итальянского политика и рассчитывают, что правительство Италии в очередной раз осудит российскую агрессию против Украины, оккупацию Крыма и Донбасса. Два года без Павла Шеремета. Журналист был убит ранним утром. Его машина взорвалась в центре Киева. Друзья и коллеги сегодня принесли цветы к месту его гибели. Павел Шеремет стал известным, находясь в оппозиции к белорусской, а затем российской власти. Из-за давления на свободу слова в Россию переехал работать в Украину. О жизнелюбии и гражданине мира в материале Ольги Михалюк. Второй год на перекрёстке, где погиб Павел Шеремет, «Живые цветы». Звучат его любимые песни. Журналист Павел Шеремет стал известен в 1997 году после репортажа с белорусско-литовской границы. Скандал разразился после кадров оператора Дмитрия Завадского. Её никто не охранял. Арестовали не на границе, чтобы вы знали, арестовали дома нас всех. После того, как репортаж вышел. Нас с Димой судили, ему дали год, мне дали два. В тюрьме Шеремет отсидел три месяца. После уехал работать в Россию, а спустя 15 лет переехал в Украину. Работал в интернет-издании «Украинская правда» на телеканале TVI, выходила его авторская программа. На радио «Вести» вёл утреннее шоу. Это его последний эфир. Утро Павла Шеремета 19 июля. 8 часов и 4 минуты. И я приветствую вас, братья и сёстры, из Киева, Харька и Днепра. По национальности я чувствую себя и всегда чувствовал белорусом и горжусь этим. Даже когда меня называют бульбашом, это меня нисколько не обижает, а даже веселит. Мы, белорусы, над своей любовью к картошке и салу всегда подшучиваем. 20 июля 2016 года Павел Шеремет вышел из дома, сел в машину, спешил на эфир. На пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в его машине прогремел взрыв. Журналист умер в карете скорой помощи. Павел был именно жизнелюбым, очень радостным человеком. Он любил жить, да, и он радовался жизни каждый день. И вот он для меня таким вот веселчаком и остался и для коллектива «Украинской правды». С его улыбкой, с его смехом, с его шутками. И без этого очень сложно. И это место и его присутствие в нашей жизни никто никогда не заменит. Он был первоклассным журналистом в трех странах. Сначала в Беларуси, потом в России. Но когда он не смог заниматься честной журналистикой, там он приехал в Украину. Он был наставником для молодых журналистов, заботился о своем деле и делал все, что мог для нового поколения честных журналистов. Коллеги Павла Шеремета обратились в генпрокуратуру с просьбой расследовать его убийство как теракт. В момент, когда следствие началось, как мне известно, его и хотели следовать или квалифицировать как теракт. Насколько сейчас, через два года это будет эффективным, насколько это может изменить ход расследования, мне трудно сказать. За два года правоохранители провели 20 экспертиз, допросили сотни свидетелей, отсмотрели сотни часов видеозаписей. Это производство расследует главное следственное управление национальной полиции Украины. В состав входят лучшие сотрудники следствия, сотрудники криминального блока полиции. Эта работа, которая уже была проделена, позволит нам установить личность этой особы, та, которая была до убийства и которая была на видео при непосредственном минировании. Следствие отрабатывает несколько версий убийства журналиста. Среди них – профессиональная деятельность и дестабилизация обстановки в Украине. Ольга Михалюк, Артур Корниенко, Ярослав Матиш, ЮЭТВ. Заключить новое соглашение о Брекзите призвала Евросоюз премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Так она хочет избежать установления жесткой границы с Северной Ирландией. Выступая в Белфасте, она отказалась принять план Брюсселя, по которому Северная Ирландия сохранит тесные контакты с единым рынком и таможенным союзом Евросоюза, если создаст границу с остальной частью Соединенного Королевства. Мэй настаивает, чтобы ЕС согласился с ее планом по Брекзиту, предполагающим тесные коммерческие связи Лондона и Брюсселя. Какого бы мы не достигли соглашения с ЕС, оно должно обеспечить беспрепятственное движение товаров через всю границу с Северной Ирландией. Столь же очевидно, что британское правительство никогда не примет варианта, который предусматривает создание новой границы внутри Соединенного Королевства, чтобы избежать появления жесткой границы с Ирландией. И манекены закрыты в железной клетке. Такую инсталляцию в знак протеста против миграционной политики Дональда Трампа создала художница Мэрлин Миллер в Нью-Йорке. Так выразило недовольство так называемой политикой нулевой терпимости к нелегалам, которую администрация Трампа провела в апреле и мае этого года. За это время разделили почти 2000 семей беженцев. Родители отправляли за решетку за нарушение миграционного законодательства младенцев и детей в приюты. После массовых протестов в конце июня Трамп запретил разделять семьи. Однажды утром я проснулась, и мне было невыносимо думать о разлуке родителей со своими детьми. Мне хотелось плакать, и я понимала, что так не может больше продолжаться. Я должна была что-то сделать. Но что? Я художница. Клетка. Какой ужасный образ. Немыслимо отправлять невинных людей, которые ищут защищенности, безопасности и мира в клетку. На этом пока что у нас все. Эту и другую информацию вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Через два часа итоговый выпуск. Не пропустите и оставайтесь в курсе. До встречи.